Ну и конечно же, Александр в кухне! Ребят, не приходите сюда, обокрали, испортили все компьютеры, очень плохо, атмосфера ужасная. Главное, что вернули их обратно. Но если быть максимально серьезным, то это у нас голос города Белгорода, наша эстрада. Потрясающий чувак поет, вы наверняка его сами знаете. А это лучшая компьютерная мастерская, где мне починили весь хлам, который я сюда принес. Хлам его, но мы с ним разобрались. Просто из него сделали все идеально, и теперь наконец-то я могу принести это все детям, и они смогут играть, работать, и все здорово. В общем, приходите, приносите, и спасибо большое. Да тебе, Саня, спасибо за эти слова, я просто хотел, чтобы мы посмотрели, какое у нас лицо замечательно. Я просто напомню, у нас ДВ-6 подоживили, и два системечка, теперь у нас запускается работа Максимая Камера. Так, Сашка, это тебе. Спасибо за добрые слова, ты даже с лихвой. Да, нормально. Благодарю, да. Коробочка, коробочка. Даня Герасимов, Преображенская 78Б, Хэппи Писи. Сегодня я один с оператором Антохой. Ваня уехал на моторыск, и вообще никого нету. Но, есть интересные у нас случаи, очень популярные. Во-первых, вчера нам замечательный друг Саша принес, дофига чего он на самом деле принес. Принес два ноутбука, четыре, по-моему, системника, парочку мониторов. Очень много всяких ништяков он принес, но те аппараты оказались рабочие, но очень старенькие. Поэтому мы порекомендовали их, так сказать, если они не нужны, кому-то от чистого сердца вручить, у тому, у кого вообще нету компьютерной техники. Вот, а парочку аппаратов мы все-таки взяли на ремонт. И первое, и самое, наверное, такое главное, про что мы сегодня расскажем, это красавчик-старичок DV6 6000 серии, если быть максимально точным, сейчас вам скажу. Это у нас DV6-6077ER. Это топовая модель своего времени. В данной, по-моему, у нас комплектации идет Core 7 процессор 2630QM, 4 дра, 8 потоков. Оперативочки здесь, наверное, сейчас секундочку тоже сразу посмотрю. По-моему, должно быть гигов минимум 6, если не 8. Моментик. Планочка на 4. И планочка, и планочка на сколько? И планочка на 2. 6 гигабайт DV3 памяти, 750 гигабайт жесткий диск. Проблема у этого аппарата типичная, поскольку он у нас на мощном красивом процессоре, у него еще связочки идет. Родионовская видюшка 6 серии, типа 64 серии. 70, если мне память не изменяет, на каких аппаратах идет. Вот, это болезнь этих ноутбуков. Модель 11-го года от времени, если не делать профилактику вовремя, не ухаживать за этим аппаратом, от высоких температур, просто наш Родиончик перестает себя корректно вести, на него перестает ставиться драйвер. В общем, видюха Родионовская, отказывается жизнь. Есть несколько способов решения данной проблемы, конечно же. Подороже, подешевле, более производительный, менее производительный. Вот, сейчас про них мы расскажем. В такой случае, проблема в чем? Драйвер не ставится, разрешение некорректное, заниматься с видео, да просто пользоваться ноутбуком становится практически невозможно. Не знаю, что он запускается, но у нас картинка не держит наше нужное разрешение HD. Поэтому, ну, аппарат становится непригодным для корректного пользования. Два варианта в данном случае. Первый вариант, это, конечно, самый полноценный, самый, возможно, для тех, кто все-таки играется на таких ноутбуках. Это заказывается новый чип, пересаживается видеокарточка, вот, и все прекрасно работает. То есть новый Родионовский чип садится на место старенького выше всего из строя, и аппарат получается полноценным, такой, как шел в комплекции завода. В чем преимущество? Преимущество в том, что вы получаете, опять же, вашу родную полную комплектацию, производительность дискретной графики твоей Родионовской. Минусы в том, что это достаточно дорогостоящий вариант, потому что приходится платить за новый чип, всаживайте его за это, то есть работа, новый чип, выходит ценник достаточно приличный. Все зависит от того, для чего вам этот ноутбук. Если вы планируете на нем играться, и вам пипец-позарез нужна дискретная графика, тогда, конечно, у вас вариант один. Но, если ноутбукчик нужен исключительно для работы, исключительно для какой-нибудь такой интернет-продуктивности, там, музыку послушать, не знаю, вывести какой-нибудь диджейский план, то вам эта дискретная графика вообще сто лет не сдалась. И все, что нам необходимо, это убедиться, есть ли у этой платформы возможность переключиться на дискретную, на встроенную графику. То есть, в данном случае, когда у нас сейчас некорректно работает наша дискретка, то и встроенная видеокарта у нас тоже работает некорректно, на ней восклицательный знак, разрешение, опять же, не может она сама по себе работать корректно в связке с этой видеокарточкой дискретной. Поэтому наша задача убедиться в том, что можно перевести эту платформу на встроенную видеокарточку. Заранее скажу, я вчера уже его подразобрал, посмотрел, можно это сделать, что большой плюс. И вообще, в целом, посмотрите, наверное, переключусь немножко на состояние этого аппарата. Страдалец. Не знаю, то что металлическая крышка. У нас металлический топ-кейс аппаратик полетал. Полетал. Беда просто. Беда и у нас и тут на верхней крышечке. То есть, аппарат подразлетелся. Это еще, наверное, одна из причин, почему нет большого смысла. Его вот вкладывать в него много денег, восстанавливать эту дискретную видеокарту. Ну, потому что общее состояние аппарата очень-очень печальное и тревожное. Наша сегодня задача, я уже с нашим другом обсудил этот момент, просто постараться максимально бюджетно его отремонтировать. И мы будем его переводить на встроенную графику. Благо, эти модельки абсолютно адекватно к этому относятся. Никаких проблем не возникает. Я его уже предварительно разобрал, чтобы много времени, так сказать, не занимать у вас. И прямо при вас сейчас я покажу, собственно говоря, как мы это сделали. Перевели его на встроенную графику. Я думаю, у нас там, по-моему, ничего, кроме жесткого диска, больше не торчит. Аппаратик. Чем мне вообще нравится эта процедура, переход на встроенную графику? Тем, что у вас получаются менее горячие аппараты, более надежные. Все-таки встроенная интеловская графика, в данном случае это у нас HD 3000, она более чем адекватна для большинства современных задач. Интернет-браузинг, какая-то работа, даже с вами какие-нибудь кружки на ней можно поиграться без проблем. Тем более 6 гигами оперативной памяти. Напомним, что встроенная видюшка берет именно память из оперативки. То есть вообще никаких у нас проблем возникнуть не должно. Снимаем топ-кейс. Ну да, немножко про эту модельку еще расскажу. Легенда. Легенда, в своем смысле, ноутбучик, чем мне очень нравился. Вот тут у него всегда горело лого HP. Не знаю, в данной модели... Ну, должно оно гореть, да, у нас HP-шное лого. И вообще, в свое время, там, 11-12 год, когда эта моделька вышла, был классный у нее звук. Горело у него лого HP. Металлический корпус, топовая начинка на то время. В общем, класс. Просто класс от Adidas. Единственная проблема со временем, которые были замечены у этих аппаратов. В целом, по-моему, петельки у них достаточно живучие, на удивление, оказались. Хотя вот у HP-шек того времени, на примере там G6, были проблемы. Насколько помню, вот этот шлейфик. Не очень был удачный в его расположении. Часто, я помню, выходило из строя веб-камеры. Это как раз у нас шлейфик веб-камеры. Либо передавливался, либо пережимался. Встречал не одну такую модельку, которая вот из-за этого положения шлейфа, тут начинались пляски. То есть, беда у них со шлейфом матрицы периодически возникала. Во всем остальном, в принципе, особых проблем с ними замечено не было. Модельки живучие, особенно если вот такой комбинации отключить их от дисклеточки. Вот. Достану сразу материночку. Процедуру, скажу, я это уже вчера проверил, чтобы время у нас не занимать. Просто расскажу, как мы имеем... Наша будет сегодня задача, это доделать полную профилактику. Настроить еще системку чистенькую. Убедиться, что все у нас замечательно работает на встроенной графике. И, собственно, что у нас все бомбически. Так что, если у вас вдруг ноутбучик DV6 6 серии на такой же основе, на такой же платформе, то у вас максимальные шансы как раз-таки перевести его на встройку, и все будет чудесно. Снимаем систему охлаждения. Так, вот, систему охлаждения. Давай, красотка, снимайся. Вуаля. Да, тут, видите, с термопастой вообще уже ничего, можно сказать, адекватного не осталось, а не сопли. Вот из-за таких вот нюансов это все из строя выходит. Мы видим сразу наш дискретный чип. Родионовская видеокарта с памятью распаяна. Кстати, тут, наверное, 2 гига без проблем. По полной катушке тут все распаяли. И сзади, и спереди. Перевести этот ноутбук на встроенную видеокарту относительно несложно. Процедура достаточно простая. Во-первых, у нас есть небольшой транзюк под названием N50. Мы просто его убираем из цепи. Вчера я его уже выпаял. Поэтому его, как вы видите, не стало. И все, что нам нужно сделать, это также убрать. Вообще можно, если, еще раз покажу, если вы планируете, все-таки в будущем, возможно, там, или клиент захочет, или вы сами, восстанавливать эту видеокарточку. То есть, заказ это видеочип, а это просто у вас временное решение, то рекомендации не выпаивать детали, а просто там приподнять или передвинуть в другое положение, просто оставить. В нашем случае уже я сомневаюсь, что кто-то тут будет что-то восстанавливать, учитывая общее состояние ноутбука. Поэтому смело мы это все убираем, нам это не пригодится. Да, на чем мы остановились? Выпаяли. Для того, чтобы перевести эту красоточку, чтобы она работала только от нашей HD 3000, от нашего седьмого процессора, мы убираем наш транзюк N50. И либо приподнимаем, либо выпаиваем два дросселя основного питания видеокарты, которые вот тут на месте были. Они выглядят, ну, идентично, вот как эти. Это, скажем, у нас основное питание процессора. И вот тут еще два дросселя основного питания идут на видеокарту. Мы их убираем, убираем транзюком N50. И в целом у вас после этой процедуры должна переключиться графика на встроенную и вообще убраться из диспетчера задач наш радиончик. То есть исключим его полностью из цепи. Относительно несложная процедура для тех, кто знаком и понимает, что он делает. Но продуктивность очень хорошая. Поэтому сейчас сделаем полную профилактику, поменяем термопасту, приведем этот аппаратик в максимально аккуратное состояние, накатим чистенькую систему, обязательно потестируем. И уже в конце я покажу, как это все выглядит и как это должно прекрасно работать. Вот такой вот не лайфхак, а просто правильное действие. Если у вас данный аппарат на данной платформе, как можно решить эту проблему, чтобы можно было прекрасно пользоваться ноутбуком. Из-за очень недорого. Потому что, как я уже повторился, менять радионовский чип, это дело, скажем, не самое дешевое здесь. Дальше, продолжаем. Что у нас тут еще есть? Вот нашего замечательного клиента. Парочку старичков он принес. Здесь у нас красота на 775 сокете. Причем первых, наверное, поколений. У нас с ним проблема. Он запускался, но начинает сразу виснуть, глючить по полным программам. Несмотря на то, что у нас Pentium D, это, если мне память не изменит, это одно ядро, два потока должно быть. Да. Одно ядро, два потока, я надеюсь, что я правильно говорю, 3 ГГц. Причем у нас 3 ГБ DDR2 оперативной памяти. Вообще топчик. Да, DDR2, все верно. У нас какая-то проблема. У нас Nvidia GeForce 7600GT. И, по-моему, она у нас ругалась. В общем, наша задача будет тоже сегодня эту красотень погонять, потестировать, убедиться, все ли с ним стабильно работает. И, так сказать, отзвониться. Вот. Просто понаблюдайте эту историю. Аппарату уже свыше 10 лет. Тем не менее, вот на 32-битной 7-очке ведется адекватно. Также у нас вот машина была покруче. Сашка у нас друг наш музыкант. Поэтому у него вообще все упирается всегда во звук. Поэтому мы видим уже тоже 775-ую платформу на 31-м чипсете, который поддерживает даже 4-х ядерники. То есть, по сравнению с тем аппаратом, вот, эта машинка уже заметно покруче. И даже покруче не тем, что она на более свежем маркер. То, что, конечно же, тут уже стоит седьмой у нас серии Core 2 Duo E7500. Отличный прот с того времени. Хотя машине тоже 10 лет. 4 ГБ DDR2 памяти. Уже даже десяточку профессиональную тянет без каких-либо проблем. Также, посмотрите, бомбическая видюха того времени. Это GeForce 240-ой. Просто максимально современная затычка. Два ядра, 240-ой GeForce. У нас классная звуковушка еще идет. Как раз-таки для музыкантов это важно. И самое, что прикольное, поглядите. У нас 4 SATA 3,5-дюймовых жестких диска. Системник такой тяжелющий, когда я его взял. Просто жесть. Они у нас стоят. Надо их тоже будет все проверить, убедиться, что все работает. Системник, когда он пришел, абсолютно не включался. В ноль просто реакции. Но тут у нас, я надеюсь, оказалось все не так просто. Я просто прочистил везде контакты и переподключил блок питания. Тем не менее, я его еще нигде не тестировал. Надеемся, что с ним все замечательно. И мы отзвонимся, и поэтому, скажем, все бомбически. Потому, скажем, все замечательно. И скажем то, что перевели наш замечательный G6 на встроенную видюшку. Тоже его погоняем, потестируем. И все будет обалденно. Вот у нас ближайшая задача на сегодняшнее утро именно такие. Все. Будем в процессе. Профилактику пытаюсь сделать. Смотрите, что обратил внимание. Это просто произведение искусства. Вообще, те, кто так делает, это... Я надеюсь, что это сам делал Санька, когда я его разбирал. Вот. Но, если это делали какие-то мастера, это вандализм. Просто вкрученные саморезы вместо аккуратненьких маленьких болтов. Видимо, те уже не держали хлебащих. Ну, просто вырваны втулки. Поэтому я когда сейчас вытащу, они просто рассыпятся. Нужно будет как-нибудь аккуратненько их обратно закрепить. Но это, друзья, это вандализм. Никогда так не делайте. Потому что красота, она в гармонии. А когда огромный болт в маленькую дырочку залазит, это не маленькой дырочке не полезно. И огромный болт просто на своем месте становится. Все должно быть аккуратно. Это, конечно, откровенно лечится. Ну, что это за болты? Для сравнения, там должны, наверное, в одну пятую быть размером болтики. Тут просто огроменный... 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 Да... Не без этого. Не без этого. Такое везде и вокруг, и постоянно. Но мы это будем исправлять. Вот этот ноутчик пройдет через наши аккуратненькие ручки. И он приобретет небольшое второе аккуратное дыхание. Сегодня будет прекрасно работать. Ух, е-е, дырить колотить. Ну, вот и причина. Причина вообще такого поведения. Потому что... Ну, я не знаю, зачем, во-первых, вручивали такие болты, если они все равно ничего толком внутри в порядок не привели. Либо это было очень-очень давно. Но засорились оба радиатора на выдув. Просто катастрофически. Понятное дело, что наша радионовская видюшка такого не выдержала. Вот. И приказала долго жить. Поэтому сейчас мы будем эту красоту очищать, убирать. Смазывать и колхозить обратно все это дело максимально аккуратно. Чтобы... Оп. Все было целенько. Так. Небольшое завершение по нашему ролику. У нас тут все в небольшом хаосе. Но... Один системничек. Вообще без проблем. Я думал, что с видюшкой будут проблемы. Вот это, по-моему, 7300 GeForce старенькая. Но без проблем. В стресс-тесте сколько у нас? 56 минут по барабану. То же самое с этим аппаратом. Все обошлось. Единственное, что у нас жесткий основной, с нестабильными секторами. Но это уже отдельная история. Тоже 50 минут стресс-теста по барабану. И вот, самое интересное, это наш DV6 многострадальный. 46 минут стресс-тесте. Температура около 80 градусов. Процессор не перегревается. Частоту не сбрасывает. Работает на полную катушку. Идеально. Это спустя почти 50 минут стресс-теста. И что хотелось показать. Это, конечно же, мы идем в свойства. Идем в диспетчер устройств. И теперь наш радиончик. Вот с этой стороны. Заходим в виде адаптера. И вуаля. У нас наша встроенная 3000 графика. Без всякого нестабильного радиона. Работает изумительно. То есть, мы за недорого получили полноценный работающий аппарат. Держит разрешение. Еще будет служить долго и долго. Эти старенькие бучики дадут фору многим современным дешманским аппаратам. В металле. С неплохим экранчиком. Что еще для счастья надо. Вот. Ну, и сейчас мы займемся тоже классненьким небольшим апгрейдиком для девушки Насти. Добавим оперативочки сюда до 8 игров. Вставим SSD. Делал полную профилактику. Samsung R780. 2010 год. Спустя, можно сказать, почти 10 лет. Он вдохнет жизни. Ни разу, кстати, не чистился. Все. Спасибо всем, что посмотрели. Этот ролик был позывательный в каком плане? Мы с вами научились отключать видеокарточку. Дискретную. В данной комплектации нашего DV6 6000. Что очень полезно может быть для многих ребят во многих случаях. Поскольку эта модель была очень популярной. И очень много до сих пор на рынке. Она до сих пор остается очень даже актуальной. Спасибо всем, что смотрели. С вами был Данька Герасимов. Наша компьютерная мастерская счастливая. И всем пока-пока. До новых хороших и добреньких видосиков. Бум!